С разницей в неделю и тысячи километров Владимир Путин и Владимир Якушев выступили с ежегодными посланиями. Два лидера, страны и региона, с трибун говорили в общем-то об одном. Все наши достижения и неудачи зависят от внутренних причин. Подробнее об этом Ирина Шепилова. Честность, праведливость и открытость – это главные национальные особенности россиян. И именно в этом секрет развития, несмотря на все внешние сложности, как страны, так и региона. Мы никогда не кривили душой перед федеральным центром, не выпрашивали подачек и послаблений. Тюмень была и остается одним из опорных регионов России. С честью и ответственностью, исполняющим свою особую миссию. В честном и справедливом ракурсе должна пойти и дальнейшая политика. На уровне Тюменской области и России это открытый диалог власти с обществом. Хочу обратиться ко многим из вас. Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативу. Особенно, когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни. В руках людей, имеющих поддержку власти, большие перспективы. Так удалось переломить ситуацию с падением инвестиций. В Тюменской области открылись новые производства. Спад в реальном секторе экономики России прекратился. Важную роль сыграли программы поддержки. Это заметно в безнадежном, по словам президента, когда-то сельскохозяйственном секторе. Мы нашли выверенные решения. Приняли госпрограмму, создали гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей. И сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки. В нашем регионе аграрий сохранили лидерские позиции. Овощеводы из Тюменского района, животноводы из Нижней Тавды и Галышманова, юргинские птицеводы и многие другие. Еще семь лет назад доля местных продуктов в розничном обороте региона составляла всего 10%. Сейчас 48%. И это далеко не предел. Больше самостоятельности и поддержки в будущем году будет не только фермерам. С бизнесом отношения станут еще прозрачнее и в плане проверок, и в плане субсидий. В свою очередь предприниматели и все жители региона и страны тоже не должны отмалчиваться. Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей. Решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня. Ирина Шипилова, Тюменское время.